Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Программа Moodbox, как я уже говорил и озвучивал, программа, занимающаяся такой областью, как цифровая лепка. В английской терминологии Digital Sculpting используется такое обозначение. То есть цифровая лепка отличается от обычного моделирования тем, что здесь мы работаем с моделью, скажем так, как с моделью сделанной, например, из пластилина, из глины. То есть что это значит? Мы когда с вами лепим руками, например, кто когда-то этим занимался, нам с вами не важно, допустим, сколько там составных частей у этого пластилина и так далее. У нас есть одна масса. Из этой массы, в зависимости от ее объема, мы можем себе позволить что-то слепить, что-то больше, меньше. То же самое фактически здесь. Мы с вами легко и просто берем нашу модель, загружаем ее в программку и начинаем ее прорабатывать. Процесс проработки здесь строится по технологии увеличения полигонов. То есть ваша модель, которую вы загружаете в программу, она проходит этап подразбиения и сглаживания. Помните, мы с вами говорили когда-то на базовом курсе, да и в принципе даже моделируя этого динозавра, мы время от времени нашу модель сглаживали внутри полигонального объекта, включали этот режим Norms Subdivision, как его альтернатива в Максе были модификаторы Turbo Smooth, Mesh Smooth. Напомню вам, они дробили наши полигоны. Каждый четырехугольный полигон делился на 4 таких же четырехугольных, то есть увеличивалась детализация и еще сглаживание форм происходило. Вот нечто похожее происходит и здесь. Модели без конца детализируются, сглаживаются, все сильнее, все сильнее, больше, полигонаж растет, растет, растет. И за счет этого большой массы полигонов, большого количества, у нас есть возможность очень здорово детализировать поверхность. То есть буквально с обычной плоскости, хорошо ее продетализировав, мы можем получать фреску, например, имеющую рельеф. Хотя первоначально это просто была плоскость, вообще не имеющая никакого объема, например. Таким вот образом. То есть по такой технологии работает данная программа. Единственное, что у нее есть отличие от ее коллег, в данный момент на рынке представлены еще две, помимо этой программки, Moodbox, две программы, которые занимаются такого рода видом деятельности. Вот, значит, пакет Moodbox представляется компанией Autodesk. Вот, российская версия сайта Autodesk.ru. Ну, эта компания вообще является в данный момент монополистом. Вот, она под свое крыло подмяла огромное количество пакетов, которые не только используют художники по трехмерной графике, но и инженеры, это CAD, различные программы. Вот, целая-целая куча вещей. Вот, и Maya, в частности, Max, хотя все это раньше были не ее программы. В свое время у компании Autodesk был только AutoCAD. Сейчас, в принципе, они процентов 80 программных решений под себя подмяли. Вот, значит, и вот программка Moodbox, которая тоже не являлась первоначальной их разработкой, они ее перекупили. Это вот одна из тех программ, которая как раз и занимается цифровой вот этой вот лепкой. Видите, да, список программ? Не слабый такой. Вот, и она вот представлена этой компанией. Программа хорошая. Мне же, говорю, в свое время она понравилась своей простотой интерфейса, в отличие от других программ. Ну, с одной из них, 3D-код, о которой я вам скажу, я вообще не пересекался, с ZBrush немножечко работал. Вот, к ZBrush нужно привыкнуть к второй этой программке аналогу. Вот, Moodbox в свое время покорил простотой. То есть, очень простой интерфейс. Есть инструменты, берешь, делаешь, получаешь результат. Больше, наверное, здесь играет роль умение конкретного человека пользоваться инструментом. Вот, значит, а все остальное довольно-таки простое и интуитивное. Даже, скажем так, не нужно каких-то там файлов помощи углубляться. Можно просто элементарно, вот, интуитивно попытаться попользоваться ей. И в большинстве случаев легко и просто приходишь к пониманию сути работы. Но если углубиться, можно увидеть, что у нее очень большой инструментарий, она много чего может. Вот, то есть, она занимается не только 3D вот этим скульптингом, цифровым скульптингом. Она занимается еще и созданием текстуры. У нее есть возможность рисовать прямо на поверхности модели. И мы в скором времени, работая с динозавровым, видите, насколько это удобнее, чем старый классический подход, когда мы используем только Photoshop, только плоскую развертку. Вот, это значительно труднее. Рисование на моделях приятнее, комфортнее и удобнее. Вы сразу понимаете, где этот кусок будет располагаться, текстуры. Вот, очень много разных других возможностей. В принципе, программа интересная. Единственное, чем, например, мне она кажется, пока еще проигрывает, ну, по крайней мере, своему первому конкуренту, который появился значительно раньше, программы ZBrush, это тем, что у нее нет возможности прямо внутри программы создавать нужную форму. Мы сегодня будем говорить, в мутбоксе есть набор заготовок, которые вы можете использовать. Но если вы хотите использовать какую-то форму свою, вот как у нас, например, динозавр, да, его нет в стандартном наборе заготовок этой программы, нам его нужно подготовить дополнительно. В таких программах, как там 3D Max, любой другой редактор, трехмерные графики, там Maya, Soft Image, миллион. Вот. Нужно, то есть, делать подготовку. Вот в этом небольшой нюанс. Вторая в списке программ, о которых мы скажем, это, опять-таки, так чисто даже, скажем, как для ознакомления. Вот. Разработчик программы, компания Pixelogic. Вот. Программа носит название ZBrush. Это еще одна из программ, занимающаяся цифровым скульптингом. И, в принципе, отличие этой программы от многих других, во-первых, заключается в том, что она была одна, она была лидером в свое время, это была первая программа, которая вот открыла такое направление, как цифровой скульптинг. Вот. Раньше оно никак не было представлено. Вот. Вообще, там, буквально лет 5 назад его вообще не существовало. То есть, делали все по старинке. Вот. Появилась она, изменила немножечко логику, подход, и технология поменялась уже под нее. Вот. Она активно развивается. Программа очень интересная. Значит, тоже позволяет заниматься и цифровым скульптингом, позволяет заниматься и текстурированием трехмерных моделей, так же, как это делает Moodbox. Сейчас вот в своей версии четвертой они наворотили очень много нюансов. В частности, появились волосы внутри программы. То есть, можно рисовать полноценные волосы на поверхности объекта. Например, Moodbox такой возможности пока не имеет. И для этого нужно использовать такие программы, как 3D Max, Maya, какие-то редакторы трехмерной графики, у которых есть возможность создавать волосы, шерсть. Вот. И одно из огромных преимуществ этой программы, конечно, пока, по крайней мере, это большой выигрыш, это то, что она может создавать модели прямо внутри себя. В нее можно и импортировать что-то, а можно и не импортировать. Можно сразу внутри нее начать работу. Вот. У нее есть система так называемых Z-сфер, где вы можете легко и просто создать внутреннюю основу, каркас вашей модели, а дальше превратить их в полигоны и начать наращивать. Они сейчас ввели очень интересную технологию, которая называется DINAMESH, динамическая сетка. Вот это фактически реальный пластилин. То есть, вам дается просто кусок геометрии, и вы из этого куска можете вылепить все, что угодно. То есть, у Moodbox нет такой штуки. Ну как, можно это сделать, но все равно там есть некоторые ограничения. Не так это просто. Здесь вот эти ограничения вообще снимаются. Поэтому все-таки, например, зная эти особенности, мне кажется, что вот программа Z-Brush на данный момент находится в лидерах. Ну и тут видите, да, скриншоты проектов, в которых выполнялась эта программа. Rango, например, там Avatar, то есть, самые проекты говорят о себе. Хотя Moodbox тоже сейчас активно развивается, набирает обороты. За последние несколько лет там появилось столько инноваций, которые раньше, в принципе, и не намечались. Поэтому не исключено, что в скором времени он станет на один уровень с ними. И третья программа, которая тоже представлена на рынке, которая тоже является программой, занимающейся трехмерным вот этим скульптингом, текстурированием, это программа с названием 3D Code. Вот, эта программа, как я вчера вам говорил, от украинских разработчиков. Вот, в свое время ребята, которые придумали эту программу, работали в игровой компании, называлась она GSM Worlds. Кто когда-то интересовался компьютерными играми, возможно, слышал игру Казаки, которую выпустила эта компания, это было их первое детище, первый проект. Вот, довольно-таки была популярная, первая успешная украинская игра. И вот, в свое время, они когда стали активно развиваться, то те люди, которые разрабатывали этот инструмент для нужд конкретно по разработке этой игры, они потом отсоединились в отдельную компанию, в PILGUE они называются. Вот, и эта компания, она стала заниматься вот разработкой этого специализированного такого вот продукта, который называется 3D Code. В отличие от двух предыдущих программ, ZBrush и Moodbox, программки, она, эта программа, работает не с полигонами, то есть ZBrush и Moodbox работают с полигональной структурой модели. Эта программа работает с так называемыми вокселями. Воксель – это фактически тот же самый пиксель, только трехмерный. На плоской картинке в вашей фотографии, изображении всегда состоит из пикселей, минимальных точек, из которых и строится вся, как бы, картинка. Вот, а воксель – это такая же, точно такая же минимальная точка, но уже в трехмерном пространстве. То есть фактически, видите, воксель-скалптинг присутствует, такое вот название. Они работают с моделью, как с набором вот таких вот точек. Ну, это можно сравнить, ну, например, допустим, с кучей сахара, вот представьте себе, да. То есть сахар – это каждая маленькая крупинка, сахаринка, вот это и есть воксель, это трехмерная точка. И, соответственно, вот из этих точек они могут что-то выстраивать. Вот, ну, сахар, скажем так, может, например, таить, да, возьмем какую-нибудь кашу, там, крупу, например, да, вот если ее, например, намочить, и влажной станет она, то из некоторых круп, в принципе, можно что-то попытаться вылепить. Не скажу, что там что-то супер-мега-шедевральное, но, тем не менее, какую-то форму можно создать. Вот по аналогии работает такая программа. Программа, по такой аналогии, вернее, работает эта программа 3D Code. Единственное, потом, после того, как она работает с воксельной моделью внутри себя, для того, чтобы эту модель потом передавать в редакторы трехмерной графики, которые воксели не понимают, вот, используется процесс построения полигональной сетки по этой воксельной сетке. Но это для пользователя происходит незаметно. То есть мы лепим так, как нам удобно, потом она становится полигональной, вот, и мы получаем из нее легко и просто результат. Вот, тоже такая вот интересная штука, интересная система, интересный подход. Поэтому это так, немножечко расширить ваш кругозор относительно того, что есть. Вот, но мы с вами на данный момент будем говорить о программке Moodbox. Значит, все программы, занимающие цифровым скульптингом, цифровой лепкой, очень хорошо себя чувствуют, как с мышкой. Вот, но более удобным и комфортным способом работы является, конечно, графический планшет. Вот, графические планшеты сейчас присутствуют в огромном количестве. И на самом деле я, допустим, недавно тоже исследуя рынок этих планшетов, искал модель, которую сюда в школу мог бы себе приобрести, вот, натолкнулся на несколько довольно-таки приемлемых по цене планшетов. Вообще, в данный момент, конечно, лидером по разработке планшетов, которые серьезно используются в области компьютерной графики, является компания Wacom. Вот, и никто пока ее не переплюнул по качеству, которое она выдает. Вот, ее планшеты считаются лидерами, и именно эти планшеты используют художники по всему миру. Вот, на этих планшетах создаются серьезные проекты. За счет чего? За счет того, что удобно очень, очень удобно, очень хорошие разработки, системы очень интересные, мягкие, значит, довольно-таки мягкие перья. Вот, чувствительность к нажатию очень высокая, система управления комфортная. В общем, все просто суперкруто. Вот, в категории продукты у них представлена целая группа планшетов, то есть самая дорогая серия у них это Cintiq планшеты, это планшеты-мониторы, то есть вы можете на них и смотреть сразу, и по их поверхности рисовать. Фактически так, как вы работаете, допустим, с мольбертом, да, если вы рисуете, скажем так, занимаетесь рисунками или живописью. Вот, ну, это довольно-таки крутая линейка, они там начинают нескольких тысяч долларов стоят. Там две, три и пошло дальше, в принципе, до бесконечности, или что там можно найти очень дорогие линейки. Вот, а дальше как бы идут более дешевые решения, то есть Intose, вот это считается тоже профессиональная серия планшетов, но это обычные графические планшеты, которые просто кладутся на поверхность стола, например, и вы работаете с ними. Вот, и очень интересная серия планшеты Bamboo. Вот, например, у меня тоже планшет вот Bamboo. Чем интересен этот планшет? Тем, что он в себе сочетает те качества, те режимы, те опции настройки, которые у нас присутствовали в предыдущей серии Intose. До серии 4 была серия Intose 3, и вот эта серия 3 имела набор технических характеристик. Вот теперь Bamboo являются этими техническими характеристиками. Хотя Bamboo считается верхушкой планшетов непрофессиональных. То есть профессиональные начинаются с Intose 4. Но по качеству, степени чувствительности нажатия работы, они вполне подходят. То есть, допустим, сейчас вот смотрю по фотографиям, у них снова эта серия Bamboo изменилась. У меня более старый. Вот, видите, они считаются для дома и офиса, как бы серия. Это уже для творческих профессионалов. Хотя на самом деле и на этих замечательно, можно получать разные решения. Вот, и интересно тем, что они по цене довольно-таки приемлемые. То есть в свое время вот мой планшет, который назывался Bamboo Fund Pen & Touch, вот, был куплен мною за 300, если не ошибаюсь, долларов. Тогда это, конечно, было дороговато, но их планшеты действительно дорогие. На самом деле они берут, во-первых, за бренд, но, помимо этого, они качество предоставляют адекватное, соответствующее. Поэтому, если будет возможность, Вакомовский планшет – это самое лучшее решение. То есть, если вы будете работать с кем-то другим, после этого вы пересядете на Ваком, вы обратно никогда уже не вернетесь. Вот, потому что вы увидите, насколько огромное преимущество использования этих вещей. Помимо этого, присутствуют и другие разработчики, которые занимаются планшетами. И если пока нет возможности воспользоваться серьезным планшетом, почему бы не купить более дешевую серию, но, в отличие от мышки, она уже даст вам набор огромных преимуществ. То есть, цифровая скульптинг – это не одна, не единственная, вернее, отрасль, где это дело применяется. Вот, это рисование, цифровое рисование. Вот, то же самое, удобно, даже если применять трехмерные графики, создание текстур, манипуляция с ними. Вот, это просто обалденная вещь, когда вы делаете это с планшетом. Это все быстрее, это все удобнее, в силу того, что у планшета самое главное преимущество – это чувствительность к нажатию. То есть, перо чувствительно к наклону, к степени нажатия. Маленький стрижок, штрих вы делаете легкий, да, вы получаете легкую линию. Это и в мудбоксе будет у нас также. Сильно надавили, сильнее эффект. Есть еще дополнительные клавиши, с помощью которых можно улучшать результат. Поэтому, очень интересная система. Так вот, вот даже, допустим, зайдя на тот же самый онлайн супермаркет «Розетка», вот, мы можем здесь с вами найти… Сейчас посмотрим, где они здесь. Вот, графические планшеты. У них есть категория в серии компьютеры. Вот, и можно здесь сделать сортировку. То есть, вот смотрите, вот тут приведен список основных компаний, занимающихся разработками, то есть, Ваком. Вот Genius, неплохие планшеты. Не дотягивают, конечно, но тем не менее. Вот, значит, и давайте, вот, допустим, мы с вами возьмем… от дешевых к дорогим. Сделаем сортировку. Вот, смотрите, ну, разве не прелесть? Вот, ну, это да, это в шутку. Так, значит, что я вот хотел… Ага, вот, смотрите, вот, допустим, в свое время, когда я вот анализировал рынок, есть довольно-таки неплохая серия планшетов. Вот, смотрите, вот Genius EasyPen. Вот, это компания Genius, не Ваком, но по своим характеристикам, в принципе, они довольно-таки неплохие, как базовая вещь. Ну, и цена вообще смешная за планшет, то есть, 500 гривен отдать за планшет. Вот, я считаю, что это абсолютно не проблема сменить мышку на… хотя бы просто на планшет, потому что здесь вы уже ощутите преимущество. И степень нажатия, вот, присутствует, и розчерк. То есть, вы здесь можете посмотреть, вся, в принципе, линейка, там, до 1000 гривен, вполне, в принципе, неплохая. Самое главное, в основном, в планшете, это, конечно же, его размер, то есть, область, активная область, рабочая область. Чем она больше, тем вам будет комфортнее работать. Ну, вот, поэтому, как правило, это один из показателей цены. Чем больше область, тем, соответственно, больше будет цена, чем рабочая область. Ну, вот, вот, допустим, смотрите, даже в Вакомовске, вот, до 1000 гривен идет ваш Вакомовск. Ваком Бамбу Пен. Вот, тоже очень неплохая вещь. Поэтому, посмотрите, если просто вы в будущем собираетесь заниматься серьезно графикой, вот, то есть, конкретно для этого курса можно этого и не делать, вы прекрасно справитесь только лишь мышкой, вот, для выполнения тех задач, которые их нужны. Но, если вы в будущем собираетесь заниматься профессиональной компьютерной графикой, планшет вам обязательно будет нужен. Да, как художник, он без кистей может, в принципе, рисовать, там, руками, еще чем-то, да, вот, в принципе. Но, значительно удобнее иметь инструмент. То же самое здесь. Наличие графического планшета совершенно на новый уровень поднимет вашу работу. Вот, поэтому программка Мудбокс, так же, как и все остальные программы для цифрового скульптинга, прекрасно справляется с любым графическим планшетом, понимает его чувствительность, степень нажатия, это все даст нам огромные преимущества в работе. Вот это та небольшая информация, которую я вам хотел сказать, с которой я хотел познакомить, чтобы вы тоже немножечко с этим оперировали. Теперь давайте мы пойдем с вами дальше, и первым делом поговорим немножко о навигации, как выполняется процесс навигации в окне проекции. Вот, дальше поговорим о том, как мы можем создавать объекты встроенные, какие манипуляции мы с ними будем делать. Я покажу немножечко, как процесс лепки, что из себя представляет, как выглядит. Вот, и после этого мы уже приблизимся ближе к нашей теме, загрузим нашего динозавра, вот, и начнем уже прорабатывать его модель. Итак, система навигации в этом нашем трехмерном окне проекции довольно-таки несложная. Значит, на клавиатуре вам понадобится кнопочка Alt. При нажатой этой кнопке все остальные кнопки мышки будут выполнять нужное нам средство навигации. Так вот, зажатая клавиша Alt и левая кнопка мышки, зажатая, выполняет функцию вращения камеры. Alt и левая кнопка мышки. То есть мы можем вот вращать наш вид, тем самым покручивать нашу модель, смотреть на нее с разных сторон, с разных ракурсов. Alt и средняя кнопка мышки, то есть не колесико, а именно кнопочка, то есть в зажатом состоянии. Это перемещение нашей камеры трехмерного окна проекции. Перемещение камеры. Alt и средняя кнопка мышки. И последняя, третья вещь. Alt и правая кнопка мышки выполняют функцию зуммирования, то есть приближения и отдаления камеры. Alt и правая кнопка мышки выполняют функцию приближения и отдаления вида. В принципе, здесь можно воспользоваться и колесиком для прокрутки, но оно опять-таки делается с каким-то шагом и не всегда так чувствительно. Поэтому Alt и правая кнопка мышки значительно удобный способ, более удобный способ выполнения этих вещей. Поэтому очень удобно. Правая рука на мышке нажимает соответствующие кнопки, левая на клавишу Alt. Легко и просто мы можем с вами выполнять нужную навигацию без особых трудностей. Такая навигация, кстати, работает в программе Maya. Оттуда она пошла и сюда она была перенесена. Таким вот образом. Вот это что касается навигации. Теперь немножечко относительно того, что мы с вами можем делать в этой программке. Итак, как я уже сказал, у программы Moodbox есть небольшой набор заготовок, геометрических форм, которые мы сразу с вами можем создавать и с ними работать. Находятся они в главном меню, которое носит название Create, создание. То есть в меню Create мы можем с вами создавать объекты разных типов. Здесь у нас присутствуют следующие формы. Смотрите, есть группа Mesh, которая содержит набор геометрических форм. Вот с правой стороны в этом списке у нас появляется список тех объектов, которые мы можем создавать, которые есть в заготовках, с которыми мы можем работать. Basic Head это какая-то базовая форма головы. Бык, Bull, K автомобиль. Куб, тело человека, плоскость, ящерица, рептилия, сфера, динозавр, тирекс, тиранозавр, тавиш, и корень дерева. Абсолютно хаотично расположенные объекты, никак между собой не связаны. Но можно пользоваться. Как видите, форма нашего динозавра здесь не присутствует, посему нам приходится ее создавать отдельно. Поэтому если устраивает заготовка, можно ее брать и работать. Если нет, нужно, пока, по крайней мере, система такая, что нужно в любом графическом редакторе, вот в нашем случае Max, вы знакомы с ним, подготовить базовую модель, что мы с вами и сделали. А дальше уже сможем с ней работать. Вторая категория Curve создает кривые. Здесь тоже присутствуют кривые линии. То, что в Max мы с вами называли сплайны или Norbs объекты. Единственное, здесь разница в том, что если, например, в пакете 3D Studio Max мы сплайны, которые были кривыми линиями, использовали для построения форм, вот здесь кривые для построения форм не используются. Здесь кривые используются как линии, по которым могут работать инструменты. Например, если вам нужно на поверхности очертить какой-нибудь узор, вы можете создать кривую по форме этого узора, и потом ваш инструмент, который, например, этот узор будет выдавливать на поверхности, привязать к этой кривой, и он четко пройдет по ее контуру, тем самым вы нарисуете идеально ровный узор. Потому что, как ни крути, человеческой руке свойственно дрожать, и поэтому немножечко может быть узор не такой ровный. Поэтому кривые используются для того, чтобы к ним привязывать инструмент в процессе работы. Есть возможность создавать дополнительные камеры, видите, то есть камера трехмерного вида, это одна из камер, которая представлена. Напомню вам, если мы вот с вами в правую сторону посмотрим, где у нас находится наш список объектов, вот вторая закладочка, Object List, у нас вот здесь представлен набор камер, которые уже есть в программе. Это камера перспективная, можно вот так немножечко раскрыть. Камера перспективная, та, через которую мы сейчас смотрим на сцену. Есть вид сверху, топ, камера вида сбоку, сайт, и камера вида спереди, фронт. Четыре камеры уже есть. Помимо этого, если вы хотите свои произвольные, вы всегда их можете создавать, используя этот режим. Lights позволяет создавать источники освещения. В программе присутствует один источник освещения, вы тоже это в списке объектов можете увидеть, вот он Light 01. Вот он нужен для того, чтобы мы вообще видели нашу сцену. Помимо этого, мы можем создавать другие источники. Ну, как я уже сказал, процесса визуализации здесь как такового нету, но есть процесс отображения модели в окне проекции. И при правильной его настройке можно тоже презентовать модель очень неплохо. Вот, чуть попозже мы об этом поговорим. Есть группа материалы. Materials, мы можем создавать материалы. Опять-таки напомню, в прошлый раз на нашем вчерашнем занятии я говорил, что у нас вот внизу вот здесь вот есть Material Preset, библиотека уже заготовок материалов, которые уже настроены, мы ими можем пользоваться. Помимо этого, если хотим, мы можем создавать свои материалы, добавлять их тоже в библиотеку в качестве заготовок и присваивать эти материалы нашим моделям. Selection Set – это выделение, но мы пока с ними пересекаться особо не будем. Это так называемые наборы выделений. То есть, например, вы, выделив какие-то полигоны, можете обозначить их как набор и в следующий раз легко и просто выделять эти полигоны быстро, просто вызвав этот набор. Давайте посмотрим, что из себя представляет стандартная какая-нибудь одна из форм нашего объекта и дальше посмотрим, как все это работает. Возьмем, например, вот эту там Basic Head, базовую голову, например. Я выбрал, щелкнул, и через какое-то время в окне проекции у меня появляется вот такая вот голова. Я выбрал, используя средства навигации, Alt, и, соответственно, кнопочки мышки я могу подстроить вид так, как нужно. Вот я вижу мой объект, то есть вот трехмерная форма, с которой я могу работать. Когда этот объект сделан, создан, вы можете использовать любые инструменты для его модификации. Но, помимо этого, присутствует еще несколько режимов контекстного меню. Вы помните, что контекстное меню вызывается у нас щелчком правой кнопочки мышки. Это везде, в любой программе, в операционной системе. Правило левое выполняет какую-то функцию, а правое открывает контекстное меню. Так вот, в программе контекстное меню может вами вызываться двумя способами. Первое, вы можете вызывать контекстное меню в любом окне проекции, в любом месте окна проекции, но главное, чтобы курсор мышки находился не на геометрии, а где-то в свободном пространстве. Вот, и здесь у нас отображается несколько режимов, параметров, с помощью которых мы можем кое-какие моменты по отображению объектов в окне менять. Ну, например, смотрите, присутствует режим с названием Smooth Shade. Режим Smooth Shade – это режим сглаживания модели, то есть когда мы видим ее полноценно. В Max это была у нас кнопочка F3, помните? Или режим Smooth Plus Highlights был такой режим, когда мы видели модель сглаженную, затененную с учетом бликов и теней. Если я этот режим отключаю, моя модель отображается в виде своей полигональной структуры, из которой она состоит. Smooth Shade делает ее сглаженной. Есть тут еще один очень полезный режим, режим с названием Wireframe – каркас. Каркас. При включении этого режима поверх нашей модели отображается ее полигональный каркас, то есть видно, как выстроены ее полигоны, и в дальнейшем это может нам помогать понимать, а достаточно у нас в каком-то месте полигонов, или наоборот, их недостаточно. Режим Wireframe. Режим этот Wireframe, кстати, по умолчанию забит на горячую клавишу W, то есть нажимая ее, или наоборот, нажимая ее повторно, мы можем включать или отключать показ этой сетки поверх объекта. Чисто каркасного режима здесь нет, такого, как у нас был в Max. Не так, чтобы очень интересный нам пока, но просто скажем, наверное, больше с ознакомительной точки зрения, режим Flat Lighting, режим плоского освещения. Это режим, при котором наша модель равномерно, однотонно засвечивается цветом. Фактически в результате мы с вами можем очень хорошо читать контур объекта, силуэт, силуэт нашего объекта. Потому что иногда по силуэту можно определить, там, композиция правильно выстроена или неправильно, может, какие-то где-то акценты нужно добавить. При освещении это может дело смещаться. А вот при таком режиме мы четко видим силуэт и можем с ним работать, если нужно. Сейчас я его отключу, просто нам он пока будет не нужен. Еще один очень полезный режим Lighting, режим, который позволяет включать и отключать в окне освещение. Ну, нам он будет полезен с той точки зрения, если вдруг когда-то у вас он будет отключен, чтобы вы знали, где его можно включить. Что обычно отключать нам смысла его не будет, иначе мы просто перестаем видеть нашу модель. Еще один интересный режим, режим Show Boss Sides, режим, который позволяет показывать невидимую сторону полигона. Напомню вам, опять-таки, из курса базового по графике, вы должны помнить, что полигон, кусочек поверхности, имеет понятие нормали. Нормаль отвечает за то, видимый или невидимый полигон. Если нормаль, нормаль это перпендикуляр к поверхности, если она смотрит в сторону камеры, то вы видите этот полигон. Если нормаль от вас отвернута, то вы, как правило, полигона не видите. Вот сейчас прекрасно видно, что я не вижу внутренней стороны моей этой модели. Да, хотя, в принципе, вот она присутствует. Но отсюда я ее не вижу. Так вот, включение режима Show Boss Sides, показать обе стороны, заставляет нашу нормаль отображаться, и невидимая сторона полигона просто показывается темным цветом. Если это нужно, вы тоже этот режим можете использовать. Ну и дальше несколько полезных параметров, меняющих тут кое-какие вещи в окне проекции. Режим Grid, он позволяет включать или отключать сетку. Сетка иногда бывает полезна и удобна, иногда, наоборот, начинает мешать. Горячие клавиши нет? Кажется, нет. Я не помню, вроде бы нет. Ну, или, по крайней мере, я не знаю. Я сейчас покажу, кстати, где можно посмотреть горячие клавиши. Все, которые назначены. Вот. Режим Meshes показывает геометрию вашу в окне проекции. То есть, по какой-то причине она вам временно не нужна. Например, вам там нужно кривые только лишь посмотреть, а геометрия перекрывает ваши кривые. Вот можно на время геометрию отключить. Режим Amethy Meshes. Режим Curves показывает или, наоборот, скрывает показ кривых в окне проекции. То есть, если они используются, мы уже сказали, они иногда бывают очень полезны. Мы можем с ними работать. Но иногда, когда они могут нам мешать, чтобы их не удалять, мы можем просто вот так вот глобально отключить их показ на время в окне проекции. Ну и последний режим в этом окне. Режим Gradient Background. Режим, который показывает градиент на фоне. То есть, у нас сейчас фон градиентный. Видите, здесь более темный, книзу более светлый. И здесь снова он идет на затемнение. Если отключить, фон становится однотонным. Вот таким вот. И не показывается градиентом. Не знаю, мне больше нравится градиентный режим. Мелочи, приятно. Как-то, не знаю, как-то чуть лучше ощущать модель. Мне почему-то, я не знаю. Ну, такой вот у меня. Такая привычка. Это то, что касается вот этого меню по отображению наших моделей и по перестройке окна проекции. Если вы вызываете такое же меню на геометрии, то есть, когда курсор мышки находится над геометрией, то у нас меню имеет другой вид. Мы пока о нем особо говорить не будем. Я просто вам показываю, чтобы вы знали, что если курсор мышки над геометрией, вид у меню другой. Здесь мы можем присваивать материалы, новые материалы, присваивать существующие материалы из библиотеки, корректировать, редактировать материал, переименовывать наши объекты, удалять объекты, показывать свойства объектов и делать многие другие еще дополнительные вещи. Вот таким вот образом. Обратите внимание на список объектов, которые у нас отображаются в окне проекции. Помимо списка камер, источника освещения и стандартного материала, который всегда есть по умолчанию, даже в чистой сцене, сейчас у нас появился вот наш объект. Геометрия, которую вы создаете, отображается в виде вот такого вот кубика. У многих объектов есть вот такой вот плюсик. Если его раскрыть, мы увидим какую-то внутри дополнительную информацию. В частности, например, у геометрии будет информация о степени сглаживания этой модели, на каком уровне сглаживания она находится и какое количество полигонов этому уровню соответствует. 2002 полигона. Нулевая степень сглаживания. У камер то же самое можно сделать, раскрыть. Мы чуть попозже скажем, что это за решение. Пока я бы вот что хотел сказать. Что помимо вот этой списка информации, которая тут у нас с правой стороны отображается, у нас вот здесь вот с левой стороны этого меню есть несколько интересных режимов. Глазик и вот эти вот точечки возле этих глазиков напротив объекта отвечают за видимость объекта. То есть, если, например, вы напротив нужного вам объекта щелкаете по его вот этой точечке, в этой области глазика, модель скрывается. Это как в Максе команда Hide, которая прячет объекты временно. Повторный щелчок отобразит ее снова. То есть, если вам какая-то геометрия не нужна, это один из способов, как ее можно прятать. Помимо этого, есть еще возможность прятать другими способами. У нас есть меню Display, отображение, где есть набор соответствующих команд. High Select, горячие клавиши для них. Hide and Select, спрятать выделенные, спрятать все кроме выделенного. Unhide All, показать все, спрятать все кривые, показать выделенные объекты, показать все объекты. То есть, видите, много разных вещей. Кстати, видите, посмотрите, часть команд, которых мы с вами разбирали в контекстном меню, отображается также вот здесь вот в режиме Display. И, кстати, вот тут прекрасно видно, что режим Grid в сетке не имеет горячей клавиши, то, что ты вот спрашивал. По умолчанию нет, но если нужно, можно назначить. Ну вот, интересно, здесь тоже, смотрите, вот такой вот в этом меню Display полноэкранный режим, Full Screen, Ctrl T, комбинация. Это режим, при котором, смотрите, видите, программа переходит в такой способ отображения, что она убирает свой заголовок меню, убирает вашу панель задач, вот кнопочку Start. То есть, больше пространства можем использовать для работы. Точно так же через эту Ctrl T из него можно выйти. Экспертный режим пока нам будет не интересен. В буковке T он вызывается. Экспертный режим просто прячет все панели, палитры, но он больше для людей, которые хорошо настроили программу под горячие клавиши, им не обязательно все видеть, они могут обходиться только лишь, например, горячими клавишами. Тогда еще больший участок пространства мы можем с вами выделить под эту работу. Вот, значит, первым делом мы можем с вами прятать объекты, если нужно, и, соответственно, вот, и работать с этими нашими объектами. Значит, что еще? Геометрия в окне проекции может быть выделена. Выделять объекты как один из способов вы можете, просто используя вот их имя в списке объектов. То есть, вот, щелкнув по объекту Basic Head, видите, я выделяю целиком весь мой объект, вот эта вот голова. Выделенные объекты в программе Moodbox отображаются желтым цветом. Чтобы выделение снять, вы можете или выделить другой какой-то объект в списке объектов, или воспользоваться комбинацией Ctrl-D. Комбинация Ctrl-D, которая снимает выделение с объекта. Ну и теперь давайте немножечко поговорим о том, как выглядит процесс вот этого самого скульптинга, вот этой лепки трехмерной. Как мы уже с вами сказали, выполняется все это с нашей геометрией. Я сейчас включу сетку через W, потому что именно сетка будет показателем того, один из визуальных показателей того, что происходит в процессе сглаживания. Итак, любая наша геометрия имеет какое-то определенное количество полигонов. Наша вот эта голова, в данном случае, имеет 2000 полигонов. Вот они, параметры Face 2000. Как правило, с таким количеством полигонов многого не вылепишь. Это довольно-таки мало. Для того, чтобы вылепить модель детализированную, например, проработать поры на его лице, очень мелкий фрагмент такой, нужно несколько миллионов полигонов. И программа Moodbox с этим справляется запросто. То есть, например, вы загрузите многомиллионную модель в окно проекции программы 3D Max. Она может это и не потянуть, потому что она не оптимизирована под работу с такими большими массивами данных. А движок программы Moodbox, ее механика, как раз и сделана таким образом, что она может работать с очень высокополигональными моделями. 10-15 миллионов запросто можно подниматься. То есть, детализировать можно очень-очень точно, очень мелко, как нужно. Как выполняется этот процесс сглаживания? Смотрите, очень просто. Значит, первым делом нам нужно с вами выделить модель. Для того, чтобы выделить модель, у нас есть несколько способов. То есть, один из способов мы сказали, это щелкнуть по списку объекта в окне проекции. Вот, другой момент для выделения, вот даже это, скажем так, не то чтобы выделение, а просто указать программе, какой именно кусок геометрии мы хотели бы сгладить. Это навести курсор мышки на этот объект. Сейчас, одну секундочку, я отключу один режим, который мы уже с другой группой включали. По умолчанию вы будете один курсор мышки видеть, вот такой. У меня их было два, там режим симметрии был включен. Вот, так вот, навести курсор мышки. То есть, если у вас в сцене всего лишь один кусок геометрии, можно вообще не переживать. При использовании команды сглаживания он будет применяться только к этому куску. Если у вас разные куски геометрии, то вот для того, чтобы программа понимала, что вы хотите сгладить, имеет смысл или выделить нужный вам объект, или хотя бы навести на него курсор мышки. Тогда программа будет понимать, с чем ей предстоит работать, что ей нужно будет сглаживать. В нашем случае это один кусок геометрии, поэтому мы сразу можем перейти к процедуре сглаживания. Сглаживание выполняется следующим образом. В меню Mesh, то бишь, полигональная сетка, у нас есть с вами вот такой параметр с названием Add New Subdivision Level, или комбинация клавиш Shift-D. Именно с помощью этой команды, или этой комбинации клавиш, мы будем с вами выполнять функцию увеличения деталей в нашей модели, увеличения полигонов. Каждый раз, нажимая эту комбинацию клавиш или применяя эту команду, наша модель будет делиться на более мелкие полигоны. Значит, еще раз повторюсь вам, каждый четырехугольный полигон будет делиться на 4 более мелких четырехугольных полигонов. Так работает технология деления. И вы сразу же будете увидеть эту информацию. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я вот в меню Mesh применяю команду Add Subdivision Level. Первое, смотрите, вот здесь выскочила подсказка, пишется Level 1 New. Это значит, что мы сейчас добавили новый уровень сглаживания. Если мы посмотрим вот сюда, в статистику, вот здесь, где было написано раньше Level 1, сейчас пишется Level 2. Это значит, что наша модель прошла второй уровень сглаживания. В списке тех вещей, которые прошли с объектами, количество этих подуровней увеличилось. Первый уровень это вот был наш стартовый. Наша геометрия первоначально имела 2000 полигонов. После того, как прошло сглаживание Level 1, у нас количество полигонов увеличилось до 8000. Смотрите, сетка стала более мелкая. Каждый вот этот наш крупный полигон, который до этого был, разделился на 4 четырехугольных полигонов. Увеличился полигонаж модели. Таким образом, я могу увеличивать его до нужного мне уровня. Смотрите, снова Shift D, Level 2 New, 32 тысячи уже полигонов. Shift D, новый уровень, 128 тысяч полигонов. Это третий новый уровень. И список с 10 этих уровней растет. То есть, по этой информации, вы можете отследить текущий уровень. Ну, вернее, тот уровень на максимальный уровень сглаживания. Вот сейчас наша модель, которая именно 2000 полигонов, имеет 128 тысяч. Это уже действительно более плотная сетка. Посмотрите, как она выглядит. И именно с этой сеткой мы можем уже начинать работать для выполнения каких-то задач и каких-то нужд. Отображать сетку на модели в очень высокополигональной модели, как правило, неудобно, потому что она начинает рябить, и не всегда это видно. Поэтому, как правило, как временный вариант, вы можете его включать, но чаще всего ее отключают и работают без нее. То есть, вот таким вот образом идет процесс сглаживания нашей модели и увеличения ее полигонажа. Что самое интересное, что вот этот уровень, в нашем случае третий уровень, это потолок, то есть, это максимальное значение, на котором наша модель находится. Но программа Moodbox позволяет вам в любой момент времени опускаться на любой уровень вниз. Смотрите, здесь же в меню Mesh есть две замечательные команды. Первая команда Step Level Up, это значит подняться на один уровень сглаживания вверх. И Step Level Down, параметр, который говорит о том, что с помощью этой команды мы можем опускаться на один уровень сглаживания вниз. Двум этим командам назначены по умолчанию две горячие клавиши. Page Up клавиша, она находится с правой стороны клавиатуры, над стрелочками, и Page Down. Эти клавиши используются, например, в текстовых редакторах для пролистывания страниц целиком. А здесь они используются для того, чтобы мы поднимались на уровень сглаживания вверх и опускались. Но сразу хочу уточнить, это просто путешествие по уровням сглаживания, это не сглаживание. Например, вот у нас сейчас максимальный третий уровень сглаживания. Если я сейчас, думая о том, что этой командой Step Level Up, я могу подняться выше моего третьего уровня, если я ее нажму, программа мне сообщит о том, что я этого сделать не могу. Смотрите, Level 3 Highest, говорится о том, что этот уровень максимальный. И пишет, если нужно добавить новый, нажмите Shift D для сглаживания. То есть, третий это потолок, я выше него не могу подняться. Но зато я смело могу опускаться. Смотрите, вот нажимаю на клавиатуре Page Down вниз клавишу. Оп, смотрите, с правой стороны информация, Level 2. Еще один, Level 1. Еще один, Level 0. Ниже уже опуститься не могу. То есть, сейчас моя модель находится на первом уровне, с которого мы начинали сглаживание. И вот теперь, когда я внизу, я могу смело подниматься вверх. Page Up 8000, 32000. Я смотрю вот на эти подсказки с правой стороны выскакивающие. Highest, максимальный уровень 128000. То есть, вот таким вот образом мы можем путешествовать по истории наших сглаживаний. Чем это хорошо? Хорошо. Это хорошо тем, что мы с вами корректировку можем внести на любом этапе нашей модели. Без особых сложностей и без особых проблем. Например, мы с вами уже там проработали поры нашего объекта. Казалось бы, да, то есть очень мелкая конструкция. Но тут оказалось, что у него щеки слишком завалены, впали. Нужно их сделать более надутыми. Делать это на модели, которые имеют уже несколько миллионов полигонов, очень сложно. Мы можем опуститься вниз на тот уровень, где модель имела значительно меньше полигонов и легко и просто увеличить щеку. А потом снова подняться вверх и уже на этой увеличенной щеке отобразится новое изменение всей геометрии. Поэтому вся работа программы сводится к тому, что мы с вами добавляем новые уровни, прорабатываем их, увеличиваем детализацию и так идем все выше, выше, выше до того конечного результата, который будет нужен нам в конце. Вот в таком ключе работает данная программа. Система очень интересная, очень необычная. И вот сейчас мы давайте, наверное, с вами посмотрим немножечко, как вообще этот процесс весь, допустим, выглядит. Да, кстати, перед этим еще хотел бы сказать относительно удаления этих уровней. То есть мы сейчас добавили три уровня сглаживания. Если, например, они нам не нужны, такое бывает, вы всегда эти уровни можете удалить. Здесь же в меню Mesh присутствует вот такая вот команда с названием Delete Highest Level. Удалить самый высокий уровень сглаживания модели. Применяя эту команду, вы, если нужно, сможете всегда удалять верхние уровни. То есть удалять можно только от максимального уровня вниз к минимальному. Нельзя удалить, например, второй уровень, если у вас еще не удален третий. Вначале удаляется третий, потом второй, потом первый и вы остаетесь снова на нулевом уровне. И еще один есть момент. Вы не можете удалить активный уровень, то есть тот уровень, на котором вы сейчас находитесь. Вот, например, сейчас я, допустим, давайте поднимусь на третий уровень сглаживания. Вот команда мне пишет Level 3 Highest, максимальный уровень. На третьем уровне. Если я сейчас захочу применить удаление, команда мне выдаст окно с ошибочкой и скажет, You cannot remove the active level. Вы не можете удалить активный уровень. Поэтому, если я хочу удалить третий, мне нужно опуститься вниз на второй. Ну, или там на первый, на какой-нибудь ниже, ну, хотя бы на второй. И вот тогда, когда это сделано, я легко и просто, используя эту команду Delete, могу удалить верхний уровень. Теперь, если я открою список объектов, смотрите, у меня есть первый и второй уровень. Нужно еще, замечательно, я опустился вниз на первый уровень и применяю команду эту же Delete. Все, у меня удалился второй уровень, смотрите, остался только первый. И все. Если мне не нужен первый, я точно так же опускаюсь в самый низ и, пользуясь этой командой Delete Highest Level, удаляю, соответственно, его. Все, я нахожусь на моем нулевом уровне. То есть, вот так выполняется функция удаления нашей модели. Вот это, в общем, как выглядит процесс работы с программой, как идет процесс сглаживания и проработки. То есть, это всего лишь небольшая-небольшая часть возможностей программы. Другой очень важный момент, это немножечко, я бы хотел вам так буквально в двух минутах, чисто произвольно, без какой-то конкретной задачи, продемонстрировать, как вообще выглядит система работы. Вот я сейчас сетку на время отключу. Вот, как обычно выполняется работа. И после этого мы сделаем небольшую практику. Вы сами включите эту программку и попробуйте сами посмотреть навигацию, создать модель, подобавлять уровни, поудалять, поперемещаться между ними. Вот, попробовать некоторые из инструментов, которые у нас присутствуют. Вот, а после этого мы уже займемся нашим динозавром конкретно. Итак, первое, что нужно сказать, работа в программе этой построена по принципу от меньшего к большему. То есть, это значит, что вы должны на уровне, на котором вы находитесь в данный момент, выполнить всю нужную работу. Ну, по максимуму постараться, это не всегда бывает сразу вся работа, часто бывает, потом приходится возвращаться, ничего тут такого нет страшного. Но, в общем, система такая, что вы находитесь на одном уровне, на этом уровне вы должны модель проработать. Дальше поднимаете новый уровень, сглаживаете модель, на этом уровне стараетесь сделать максимум всего, чего вы можете сделать. И так дальше, постепенно, постепенно, наращивая, наращивая объемы, мы с вами, поднимаясь на уровне вверх, все детальнее, детальнее прорабатываем модель. То есть, я к чему? Нельзя, например, сразу подняться там на десятый уровень сглаживания в несколько миллионов, да, и там уже начать сразу прорабатывать модель. Нет, ну технически это можно, проблем нет, но на самом деле это очень сложно, потому что много полигонов, мелкая конструкция и много тех деталей, которые вы могли бы получить, другим способом вы там не получите. Поэтому снизу вверх, от меньшего к большему, такая система работает. Вот, например, сейчас я нахожусь на нулевом уровне, и давайте начнем кое-какие вещи делать, заодно посмотрим некоторые из инструментов. Значит, инструменты для скульптинга, а именно с ними мы пока будем с вами иметь дело, находятся на первой закладке, Sculpt Tools. Они все не помещаются, поэтому есть вот такая вот прокруточка, которая позволяет нам увидеть их в полном объеме. Одни из самых часто используемых инструментов, которые, по крайней мере, на первом этапе мы с вами будем использовать, это следующие инструменты. Инструмент с названием Grab. Чем мне еще нравится Moonbox? Здесь прекрасно проиллюстрированы иконками суть инструмента. Инструмент Grab. Инструмент, который позволяет хватать куски полигонов и куда-то их перетаскивать. Очень похож на то действие, которое мы, например, могли в Max, в программе 3D Max, получить, используя мягкое выделение, Soft Selection. То есть, хватали ни один полигон, ни одну точку, а группу точек. Вот здесь выполняют эту функцию инструмент Grab. Еще одна замечательная вещь у Moonbox. Смотрите, если вы курсор мышки наведете на какой-то инструмент и немножко оставите его в состоянии неподвижном, у вас выскочит такая вот подсказка. Здесь, конечно, на английском, поэтому замечательно, если вы понимаете его. Описана суть инструмента, что он делает, какие он выполняет функции и как им можно пользоваться для этих задач. Эта вещь для многих и других параметров тоже присутствует и работает. Например, здесь можно посмотреть путь, где лежит та или иная заготовка. Допустим, в Lighting Preset у вас может открыться более укропненная заготовка, показывающая, как та или иная вещь выглядит. Вот, поэтому это тоже иногда очень хорошая, замечательная вещь, которой можно пользоваться для того, чтобы те или иные вещи получать. Значит, инструмент, для того, чтобы сделать активным, нужно навести на него курсор мышки и по нему щелкнуть. Вокруг него появляется вот такое вот выделение, это значит, что именно он сейчас включен, активен и работает. Когда вы выбираете нужный инструмент, с правой стороны, вот здесь вот в свойствах, отображаются свойства активного выделенного инструмента. Выделю там другой смус, например, его свойства, выделю там скалп, его свойства и так далее. То есть, видите, у каждого инструмента свои какие-то настройки, свои какие-то параметры, по-своему он стоит. И по-своему он работает. Но у большинства инструментов будет следующая штука. Дело в том, что все практически инструменты скульптинга, с которыми мы будем сталкиваться, они работают по технологии кисти. И поэтому курсор мышки, когда вы наводите на объект, вы будете видеть центральную точку, это непосредственно место указателя, где ваш курсор находится. А вокруг нее, как правило, будет очерчиваться радиус данной кисти. Так вот, этими вещами вы можете управлять разными способами. Первое, это на панели свойства Properties активного инструмента, есть параметр Size, бегуночек, который управляет размером этой кисти. Но туда бегать неудобно без конца, поэтому есть горячая клавиша, которая по умолчанию на эту штуку назначена. Это буковка B на клавиатуре, B, вторая буква английского алфавита. И работает она следующим образом. Смотрите, вы нажимаете эту букву, нажимаете, удерживаете ее, и дальше щелкаете вашей левой клавишей мышки, и не отпуская ее, начинаете двигать ее вверх или вниз. У вас автоматически меняется радиус, вы это сразу видите в окне проекции. Вы видите, как бегуночек Size движется в свойство, и получается такой результат. Вы можете менять радиус инструмента. Значит, сразу хочу сказать, заметил, что в видео, которое записывается в программе Moodbox, почему-то, когда работают инструменты скульптинга, вот эта центральная область отображается в виде черного квадрата. Не знаю почему, поэтому если в видео просто увидите это, то есть не пугайтесь, но почему-то так происходит. В чем тут причина, не знаю. Вот, вот таким вот образом. То есть первое, что мы можем с вами управлять радиусом нашей кисточки. И вторая вещь, с которой мы чаще всего будем у большинства инструментов сталкиваться, это параметр Strength, сила, с которой данный инструмент действует. Strength. Практически у всех инструментов она будет присутствовать. Сила это значит, насколько этот инструмент сильно оказывает влияние на нашу геометрию. Ну, давайте посмотрим. Сам инструмент Grab, его задача, как правило, входит в перемещение кусков геометрии. У многих инструментов есть режим симметрии, мы о нем будем более подробно говорить, и прямо уже сегодня, пока я просто его включу. Тем самым я имею возможность симметрично работать с моей моделью. Видите, смотрите, с одной и с другой стороны курсорчик ходит одинаково. Но это хорошо в ситуации, когда модели ваши действительно симметричны. И вот с помощью этого инструмента, Grab, несложного инструмента, мы можем с вами менять форму объекта. Очень легко и очень просто. Все, что нам нужно, это навести курсор мышки на нужный участок геометрии, щелкнуть по нему, не отпуская, начать его перемещать. То есть я вот щелкаю, не отпуская, стаскиваю его в сторону. В зависимости от того, с какого вида вы смотрите на вашу модель, в ту сторону и происходит трансформация. Вот таким вот образом. Сейчас радиус довольно-таки большой, поэтому, видите, он хватает большое количество полигонов. Если, например, там нужно проработать ухо, которое меньше, а когда мы его тянем, он тянет и часть головы, то мы можем легко и просто уменьшить радиус, сделать его поменьше, и тогда будем, допустим, хватать только лишь нужную нам часть уха и прорабатывать ее. То есть инструмент Grab – это один из первых инструментов, с которым начинается работа, потому что именно он дает нам возможность в общем форму модели подкорректировать, подстроить. И здесь очень важную роль играет именно окно проекции, потому что движение, направление вытягивания, оно происходит по экрану, скажем так, то есть параллельно экрану. Поэтому имеет смысл первоначально хорошо подстроить позицию камеры для того, чтобы получать нужный результат. Так вот, параметр Strength – силы. Он как раз и занимается тем, что показывает, насколько сильно у нас должно влияние этого инструмента работать. Смотрите, если я поставлю его, например, в максимальное значение – 100, то, соответственно, при ситуации, когда я хватаю полигоны и тащу, они будут за ним тянуться максимально. Куда я их тяну, туда они у меня движутся. Если я параметр силы поставлю значительно меньше, видите, курсор мышки уже ушел далеко, а он не так сильно тянется. Если еще меньше, то, соответственно, там движение будет очень маленькое. То есть вот что такое сила. Ну, в данном случае у инструмента Grab, по крайней мере, как себя проявляет. Этот параметр, так как он тоже является часто перестраиваемым, не всегда бывает он подходит и нужен именно в том виде, в котором он есть, он тоже по умолчанию назначен на горячую клавишу. На клавиатуре это буковка M, английская буква M, первая буква слова «мама». Нажав ее и точно так же удерживая, у вас появляется вот такая вот линия, индикация, которая показывает силу. И точно так же, щелкнув левой кнопочкой мышки, начиная двигать этой мышкой, у нас-то индикация будет расти или уменьшаться, тем самым мы делаем больше или меньше силу влияния текущего инструмента. То есть, используя клавиатуру и вот такие вот вещи, мы легко и просто можем с вами подстраивать форму, получать нужный результат. Здесь самое главное – это привыкнуть к тому, что нужно манипулировать окном проекции, потому что в зависимости от этого, именно такой результат мы с вами и получим. В основном инструмент Grab очень удобно применять на низких уровнях сглаживания модели, потому что это не требует тогда большого количества точек, вы легко и просто можете менять результаты без особых сложностей и заморочек. Поэтому это довольно-таки удобная вещь. Вот, когда вы закончили все на первом уровне, мы с вами смело можем применять сглаживание. Нажимаю Shift-D, происходит сглаживание, и дальше я могу продолжать работу. Снова корректировать, если нужно, уже полигонов больше, более точно будет происходить работа. Или применять какие-то другие инструменты. Например, допустим, нос, тут ему район ноздря обозначен. То есть, видите, пока только работаю инструментом Grab. Ничего больше еще не добавляю сюда. Другие инструменты, которыми чаще всего на первых этапах мы будем пользоваться, это еще, например, такой инструмент, который носит название Sculpt. Скульпт. В прямом смысле инструмент скульптинга, инструмент, который позволяет лепить нашу модель. Данный инструмент работает следующим образом. У него, если на него переключиться, посмотреть на его настройки, смотрите, тоже присутствуют параметры силы, Size, Strength, которые точно так же работают, вот такие же клавиши, вот у него тоже есть режим симметрии. Значит, режим симметрии задается с помощью параметра Mirror, зеркало. И работает следующим образом. Вы в списке предложенных осей должны выбрать параметр Off. Говорит о том, что симметрии нет. То есть, видите, у меня курсор с одной стороны только движется. Если открыть и начать выбирать нужную ось, просто курсор мышки на нее навести, смотрите, в окне проекции показывается плоскость симметрии. То есть, та плоскость, относительно которой будет происходить перезеркаливание. В нашем случае именно X, это та плоскость, она проходит через середину головы. Это то, что нам нужно. Поэтому я, выбрав X, включаю симметрию X Mirroring On, видите, подсказки вот такие всплывают. Я могу дальше работать. Значит, данный инструмент работает точно так же. У него есть понятие кисти радиуса, у него есть понятие силы. Давайте мы одно второе немножечко поувеличиваем. Работает он методом искажения геометрии. Смотрите, когда вы курсор мышки проводите... О, кстати, вот хочу вам продемонстрировать. Обратите внимание, вот на вот эту область. Она до этого у меня перекрывалась просто вот этим ярлочком. И сейчас вот хорошо видно. Видите, индикация. То есть, прошло какое-то время, там 10 или 15 минут в настройках по умолчанию. И вот оно будет у вас мигать. Оно хочешь, не хочешь, глаз раздражает. Вы все равно в эту сторону посмотрите. Вот. И увидите, что давно не сохранялись. Будете сохраняться. Ну, в нашем случае, пока мы ее игнорируем, мы сохранять здесь ничего не будем. Вот. Мы уже будем сохранять нашу модель финальную. Так вот, инструмент скульптинга позволяет нам лепить на поверхности в прямом смысле. Работает очень просто. Смотрите, наведя курсор мышки на какой-то участок, щелкнув по нему, мы начинаем искажать нашу геометрию. Так как полигона сейчас у меня немного, видите, это искажение довольно-таки грубо выглядит. Я сейчас его отменю. Здесь тоже работают комбинации Ctrl-Z. В меню Edit вы их можете вот найти, команда Redo и Undo. Ctrl-Z отменяет. Shift-Z возвращает предыдущее действие. Чуть-чуть сделаю больше и уменьшу немножко силу, чтобы не так сильно оказывать влияние на мою геометрию. И вот таким вот образом, смотрите, я могу оказывать влияние на мою геометрию. То есть инструмент скульптинга, он позволяет мне искажать мою геометрию, используя кисть. Да, он выдавливает на поверхности просто мои полигоны. Да, он, конечно же, выполняет и обратную функцию, безусловно. Причем это можно сделать двумя способами. Первое, если вам нужно теперь на долгое время вдавливание осуществлять, проще всего в настройках этого инструмента включить параметр Invert Function, то есть инвертировать функцию. Он будет не выдавливать, а будет вдавливать. Вот я сейчас его включаю в галочку, и тогда он у меня будет выполнять функцию вдавливания. В моем случае я воспользуюсь этим для того, чтобы вот тут, например, прочерчить такую вот более тонкую конструкцию, отделить, например, там часть одежды от шеи. Значит, сейчас результат не совсем хороший, и происходит это просто по той причине, что у меня мало полигонов. Они не могут хорошо выдавливаться-вдавливаться, потому что они очень крупные, и в результате этого мы можем вот такие вот не очень красивые виды наблюдать. Но это в скором времени справится, когда мы перейдем просто на более высокое количество полигонов. Второй момент относительно инверсии. Ее можно получать еще, используя на клавиатуре клавишу Control. То есть, например, если по умолчанию у нас сейчас стоит функция выдавливания, инструмент выдавливает, вот смотрите, выдавливает, то зажав, сделаю отмену, зажав клавишу Control, я буду выполнять обратный эффект, эффект вдавливания. То есть, это хорошо в ситуации, когда вам ненадолго надо вдавить, потому что постоянно там держать клавишу Control неудобно, проще поставить инверсию один раз. Вот, а если ненадолго, то зажали Control, быстро управили, и у вас получился обратный эффект, эффект вдавливания. При зажатой клавишу? Да, именно при зажатой. Ее нужно нажать и удерживать. То есть, вот таким вот образом данным инструментом мы можем с вами приводить нашу модель к нужному нам состоянию. Видите, здесь все время нужно работать с окном проекции, потому что все инструменты применяются относительно окна проекции, поэтому первым делом поставить модель нужным образом, а после этого уже, соответственно, ее преобразовывать. Это то, что касается второго инструмента, скульптинга, инструмент, с которым мы тоже будем часто с вами работать. Кстати, здесь вот, между прочим, пишется, вот в подсказке, смотрите, вот, пишет о том, что этот инструмент занимается искажением, выдавливанием поверхности, вот, и внизу пишется о том, что если нужно, чтобы он выполнял обратную функцию, вот, можно Control зажать, Control-K, as you stroke. Вот таким вот образом. Это то, что делает этот инструмент. Но очень часто после инструмента скульптинга, особенно, когда количество полигонов не большое, вот, у вас получаются очень резкие такие вот не совсем красивые конструкции. Вот исправлять эти не совсем красивые конструкции может нам позволять третий инструмент, инструмент, который носит название Smooth-сглаживание. Инструмент Smooth, инструмент сглаживание. Я все не перестаю восхищаться этими иконками. Смотрите, они здесь, ну, просто прекрасно. Вот вы когда поймете суть инструмента, после моего объяснения, дальше по иконке все видно. То есть этот вытягивает, видно, вот, синенький кусочек вытягивается в нужном направлении. Здесь на поверхности вот какой-то рисунок, да, прочерк какой-то. Инструмент Smooth выполняет функцию сглаживания. Был ежиком, стал ровным кусочком. Инструмент Smooth занимается как раз сглаживанием наших полигонов. То есть он пытается привести полигоны к среднему какому-то значению. Если какие-то были выдавлены, какие-то вдавлены, он старается эту границу нормализовать, привести их к нужному состоянию. Поэтому очень часто после того, как зверский Smooth вашу модель покоряжет, ой, господи, скульпт покоряжет, Smooth может легко и просто исправить эту ситуацию. У него те же самые настроечки, размер, сила и mirror, ну, зеркальная функция, если нужна. Я силу у него сейчас уменьшу, потому что с большой силой он будет довольно-таки резко все убирать, и, в принципе, может вообще там сразу рот его вообще сделать снова прямым, как будто его и не было. И начать потихонечку вот применять. Смотрите, то есть тут... То есть чем дальше вы применяете, тем сильнее этот эффект убирается. Видите, да, вот он полностью все вернул. Поэтому... По чуть-чуть, немножечко здесь. Чуть-чуть, допустим, здесь. Вот такие вот резкие, там проблемные, заваленные какие-то куски в нашей геометрии. Он легко и просто может исправлять. Как я уже сказал, система работы здесь от меньшего к большему. Поэтому очень часто не надейтесь на низкополигональном уровне получить сразу нужную форму. Очень часто на уровне, когда у вас еще не так много полигонов в модели, ваша задача будет просто в общем выстраивать форму. Проработка деталей, как правило, уже будут осуществляться именно на уровне высокополигональном. Вот таким вот образом. Ну и вот в таком ключе мы с вами можем наращивать дальше детализацию. Через шифт я делаю все больше, больше и больше полигонов. Например, сейчас 2 миллиона полигонов у него. Вот когда у него такая уже детализация, 2 миллиона, смотрите, насколько тут дикоплотная сетка. У нас действительно уже появляется база для работы совершенно иная. И те же самые инструменты, например, скульптинга, будут нам позволять давать просто невероятные результаты. Помимо этого, у многих инструментов есть возможность использовать стампы, стенсилы, тем самым получать интересные узоры на поверхности. То, чего в принципе мы не могли обычным инструментом. Поэтому в силу этого вся работа делается поэтапно, постепенно, по чуть-чуть. Постепенно доводя модель от меньшего к большему. Вот в каком ключе работает программа Moodbox. Вот что такое цифровой скульптинг и вот как приблизительно он выглядит. Сейчас мы сделаем с вами небольшую остановочку. Во-первых, видео сохраним. А во-вторых, вы как раз в то время, минуточек 5-7, потратьте, пожалуйста, на то, чтобы, первое, запустить программу у себя. Посмотреть, как работает навигация, самое главное. Посмотреть, как загружаются стандартные заготовки модели. Посмотреть процесс сглаживания, перемещения по этим уровням вверх-вниз. Вот, корректировки, как делается. Посмотрите инструмент Grab, инструмент Sculpting, инструмент Smooth. Вот, минуточек 7, даже, наверное, 10 давайте этому уделим. Потому что нужно, чтобы вы сейчас все это поняли, не только со слов, а и практически, потому что дальше вам нужно будет делать вашу модель, и вы должны уже понять основы. А после этого, как вернемся мы, мы с вами уже продолжим разговор о процессе импортирования загрузки нашей геометрии и поговорим о том, как мы нашего динозавра будем с вами преображать к нужному виду. Итак, в общем, мы посмотрели систему работы с программой. Это не так все сложно, на самом деле, как может показаться. В будущем мы будем с вами только двигаться вперед, разбирать новые инструменты, смотреть, как в тех или иных ситуациях использовать предложенные инструментарии для выполнения тех задач, которые нам нужны. И будем стараться привести нашего динозавра в порядок. Значит, первым делом наша задача его сюда импортировать, потому что мы подготовили его в отдельном формате, в отдельной программе. Программа его, мутбокс, не знает, его нужно ей, соответственно, указать. Значит, дома вы, если будете работать с моделями своими, то сами, когда закончите модерирование в Максе, экспортируйте, как мы разбирали на прошлом занятии, в формат OBG, и эту модель уже можно загружать. Если же вы, допустим, будете пользоваться тем, что мы с вами здесь делаем, ту модель, которую я строю, то, в принципе, вы можете это сделать запросто на CG Students папочке на компьютере Main. Вот, в курсе нашего моделинга, в проект наш Dino Project. Вот четвертый урок, наш вчерашний урок. Вот, содержит пока папочку сцены, внутри которой первая Максовская модель, финальная, до которой мы дошли в прошлый раз с вами. И вот этот OBG файл, который мы с вами экспортировали из программы, если вдруг он вам понадобится. Видео еще нет, оно будет уже на неделе доступно, я снова вам его выложу, ссылочки сброшу на почту, поэтому сможете скачать, если нужно будет, до следующей пятницы. Если нет, то заберете в следующий раз. Так, хорошо, и давайте, значит, сделаем процесс импортирования. Итак, что здесь нужно сказать? Процесс импортирования сам по себе несложный. В меню файл у нас есть команда импорт, которая позволяет нам любую геометрию загрузить в программу Moodbox. Главное, чтобы она была в тех форматах, которые поддерживает программа. Еще раз напомню, это форматы OBG или формат FBX. Два вот этих формата являются программой читаемыми, понимаемыми, и с ними вы сможете работать. Поэтому обычно файл импорт вызвали, открывается окошко, дальше нам нужно указать наш файл, в моем случае я вот уже вижу его здесь. Я его сохранял в папку проекта Макса, в папочку экспорт, поэтому вот он у меня здесь и лежит. То есть вот насчет форматов, смотрите, он поддерживает форматов несколько. Значит, есть вот формат FBX, как мы говорили, OBG, и есть еще формат MUD, MAD. Этот формат, это формат, в котором программа Moodbox сохраняет свои сцены. То есть, например, если в Максе, для того, чтобы Максовский файл загрузить в другую сцену, есть команда Merge в меню Import, то здесь в Moodbox тоже можно использовать Import, только выбирать мудбоксовские модели, и можно из одних мудбокс сцен загружать в другие нужные вам объекты, если это нужно. Но на нашем случае нас будет интересовать именно наш OBG формат. Перед тем, как мы загрузим, я бы хотел вам продемонстрировать еще один немаловажный момент, которому нужно уделить внимание и с которым нужно обязательно считаться. Внутри программы есть задачи единиц измерения, с которыми программа работает. Эти единицы измерения влияют на то, как перестраивается камера, как перестраивается общий масштаб сцены, и это в результате будет влиять на то, как будет отображаться ваша модель. Если ваша модель слишком большая, то при маленьких единицах вы, например, не сможете подъехать близко к поверхности объекта, камера начнет обрезать куски геометрии. В обратной ситуации, например, когда модель маленькая, а единицы измерения в Moodbox очень большие, ваша модель может быть очень крупной, вернее, очень мелкой, и как результат мы не сможем отъехать от нее, она сразу будет пропадать. Поэтому нужно предварительно проконтролировать, как заданы единицы измерения. Где это можно сделать? Значит, в главном меню, которое называется у нас Windows, окна, у нас есть с вами настройка Preferences. Эта настройка Preferences дает нам доступ ко всем настройкам программы, то есть здесь в программе Moodbox есть всего одна команда, которая открывает окошко с настройками программы. Если мы с вами сюда зайдем, в эти настройки, у нас откроется вот такое вот окошко, где все настройки будут разбиты по категориям, и, как правило, настройки этих категорий будут свернутыми. Щелкнув по любой из категорий, она раскрывается и показывает свои настройки. Настройка Color позволяет перестраивать цвета интерфейса программы, которые так или иначе заняты. Ну, лично я, например, никогда этим не занимался. В группе Render находятся несколько настроечек, которые позволяют на процесс визуализации перестроить. Но здесь визуализация не в том смысле имеется в виду, что мы это делаем, как в Максе, например, запускаем процесс рендера. А здесь имеется в виду процесс отображения нашей модели в окне проекции. Вот. Moodbox Community делает вам ссылочку вот на вот этот ресурс Moodbox Community, если он нужен. Если нет, в моем случае, он, наверное, мне не нужен. Я его отключу пока. Пусть он не грузится. Path. Здесь находятся пути, которые использует программа по умолчанию. Здесь много разных ресурсов, где находятся ее узоры, где ее трафареты, иконки и прочие другие файлы. В частности, эта версия 11 имеет возможность синхронизации с пакетом Maya. Здесь есть путь к программе Maya. Если мы с вами в меню File зайдем, у нее есть такая одна интересная опция Send to Maya. Это опция, которая позволяет сразу вашу модель переправить в пакет Maya. То есть, например, если вы работаете между двумя программами, Maya и Moodbox'ом, то с помощью этого режима можно передавать. В 12-й версии, в 2012-й, уже появилась еще и поддержка Max'а. То есть, мы сразу можем передавать модели, текстуры автоматически с помощью этой команды. То есть, эта команда сама выполняет процесс сохранения, переназначения текстур, сохранения текстур, сохранения геометрии. Она все контролирует. Вы нажаете только одну кнопку, из одной программы в другую модель перебрасывается. Мы пока с вами на этом курсе не ощутим этих преимуществ, потому что Max'а поддержки здесь пока еще нет в 11-й. Вот. Значит, здесь много разных настроечек, но, в принципе, не все пока они нас с вами будут интересовать. Я бы хотел остановиться на одной, которая действительно нам будет нужна и интересна. Эта настроечка носит название User Interface. Интерфейс пользователя. Вот здесь, на этой закладке, как раз и присутствует параметр. Называется он Linear Units. Единицы измерения. Тут и вот задаются единицы измерения. Здесь есть несколько вариантов. Миллиметр, сантиметр, метр или дюймы. Мы с вами будем работать с тремя этими единицами. Миллиметр, сантиметр и метр. Дюймы нам будут неинтересны. Так вот, как раз выбор единиц здесь и ведет к перестройке всего масштаба сцены. Именно поэтому при импортировании очень часто приходится это значение подбирать. Не всегда оно бывает правильное, дает результаты. И поэтому иногда его приходится менять. Ну, допустим, давайте я сейчас поставлю их значение миллиметры, например. Я их задал, окошко можно закрывать, здесь нет кнопочки ОК, применить, сохранить. Выбрав настройку, она уже автоматически сохраняется и сразу применяется к нашей сцене. Тут, кстати, вот еще один параметр, я и сразу о нем скажу, хотя в данном случае к тому, о чем мы говорим, отношения не имеет. Теперь параметр get help from, откуда брать помощь, да, файлы помощи. То есть, когда вы в меню help, используя вот этот режим клавишу F1, либо первый параметр, moodbox help, вызываете файлы помощи, по умолчанию стоит режим Autodesk Website. То есть, программа ссылается в интернет на ресурс компании Autodesk, который называется Area. Мы уже говорили о нем, где находятся файлы помощи. Если вы хотели бы не использовать интернет, а использовать локально ваш материал, то вам нужно выбрать режим Local Machine Network. Это значит, что вы будете использовать этот материал с вашего локального компьютера или по сети. Может быть он доступен, но дома, скорее всего, это будет делать локально. И вот внизу активируется поле Help Path, в котором указывается путь к тому месту, где лежат файлы помощи. Смотрите, это должен быть по умолчанию. Диск C, Program Files, Autodesk, папочка moodbox. И вот внутри этой папочки moodbox есть папочка help, а там папочка docs, документы. Я сейчас уделю этому сразу время, чтобы мы с вами это четко один раз разобрали, больше к этому не возвращались. Я сейчас зайду по этому пути. Диск C, Program Files, Autodesk, moodbox 2011. Здесь папочка docs, а, help. И вот тут должна быть папка, внутри папки help должна быть папка docs, видите, документы. У меня этой папки нету. Внутри папки help папки docs нету. Я вам в прошлый раз, в прошлом занятии, когда вы переписывали дистрибутив программы, говорил о том, что там в дистрибутиве присутствуют файлы помощи. Я сейчас еще разочек сюда зайду, покажу этот архив вам. Вот, moodbox 2011 help. Вот этот архив, все его содержимое, вы как раз и должны разархивировать вот сюда в папочку docs. Создать здесь папку docs, и этот архив разархивировать в эту папку. Тогда, когда вы это сделаете, программа найдет этот путь, найдет там файлы помощи, всю структуру, и будет использовать их локально. В моем случае этого нету, я пока вернусь к предыдущему режиму, чтобы она использовала помощь в интернете. Вот таким вот образом, поэтому это то, что касается вот помощи. Так вот, единицы измерения. Мы их задали, дальше можем закрыть окно с настройками. Смотрите, после его закрытия сразу перестраивается сетка. И давайте попробуем импортировать нашу модель, посмотреть на результат. Меню файл, импорт, я выбираю мою модель, динамакет, нажимаю открыть, и он у меня загружается. Вот мой динозавр, который мы с вами моделировали, экспортировали внутри программки moodbox. И вот тут нужно уже смотреть. Дело в том, что в зависимости от размера, от масштаба, от единиц измерения, бывают ситуации, когда вы близко... Вот смотрите, вот сейчас, например, начал обрезаться рог, видите? Геометрия делает обрезку рога. Камера его обрезает, потому что масштаб не соответствует размеру модели. Это значит, что я не смогу проработать мелкие детали на поверхности. Вот таким вот образом. Поэтому с этими вещами нужно быть аккуратным и внимательным. В моем случае миллиметры это не те единицы, которые мне подходят. Поэтому я делаю... Я захожу в настройки. Вот в мои настройки. Сюда же. Меняю здесь параметр, допустим. Давайте как вариант сейчас метры посмотрим, например. Закрываю. Единственное, нужно переимпортировать модель, потому что то, что приводит к изменению перестройки окна проекции камеры, не меняет модель. Поэтому я делаю новую сцену, файл, new scene, параметр, который создает новую чистую сцену. И после этого могу импортировать мою модель, файл import. Еще разочек, выберу открыть. Вот она импортировалась. Но я ее даже не вижу. Видите, да? Это опять-таки связано с тем, что где-то что-то не так. О, смотрите, вот ее хвост пропадает где-то вдали. То есть, видите, она настолько большая, что я не могу сейчас ее полностью даже увидеть. Происходит обрезка камеры. То есть, метры это тоже неправильная единица для моей конкретно модели. Захожу еще разок и меняю на третий вариант сантиметры. То есть, иногда вот тут просто нужно потратить первоначальное время, чтобы подобрать это один раз. Новая сцена. Делаем импорт. Наши модели. Есть. Мы ее видим. Давайте посмотрим. Отъезжать можем от нее довольно-таки неплохо. И можем подъезжать очень-очень близко. Буквально вот вовнутрь залез модель. Видите? То есть, вот эта картина, вот эта ситуация как раз и говорит о том, что теперь единицы измерения соизмеримы с моделью. И я смогу буквально прорабатывать какие угодно мелкие детали без каких-либо проблем. То есть, вот теперь все сделано так, как нужно. Все сделано правильно. Размеры состыкованы, подобраны так, как нужно. Вот моя модель внутри программы. Вот это вот первый момент, с которым приходится потрудиться, немножечко побороться для того, чтобы подобрать правильные единицы. Дальше, как правило, этого уже делать не нужно. Еще один момент, который у нас с вами здесь присутствует. Это то, что после процесса импортирования, смотрите, у меня появились вот какие вещи. У меня есть две мои геометрии. Мое тело динозавра и рога. Насколько вы помните, мы с вами их делали отдельными объектами. Поэтому они здесь отображаются как отдельная геометрия. И помимо этого, есть точно такие же объекты, с такими именами, только имеющие другую иконку. Рога и тело. Что такое вот это, а что такое вот это. Но что такое внизу, вы знаете, это геометрия, это обозначение геометрии. А вот то, что мы видим вверх вверху, это так называемые наборы выделения. Фактически это та же самая геометрия, это ссылка на ту же самую геометрию для быстрого и удобного выделения. Но в нашем случае толку от нее практически никакого не будет. Мы ее использоваться не будем. Нам нужна реальная геометрия, а не просто какие-то там висящие ссылки на эту геометрию. Поэтому, в принципе, если они нам не нужны, мы их смело можем удалить. Делается это очень просто. Вы выделяете ненужный вам момент, например, если вот рога, правой кнопочкой мышки вызываете здесь контекстное меню. И в этом контекстном меню выбираете параметр Delete. Тем самым эта вещь уходит из сцены. То же самое пробуем сделать и вот тут. Выделяем только вот эту вещь и делаем Delete. Все, они ушли. Осталась геометрия тела, осталась геометрия наших рогов. И мы с вами теперь уже и еще и сцену почистили. С именами здесь все в порядке. Можно, в принципе, не менять. Если вас они не устраивают, пожалуйста, переименуйте их. Вы можете это сделать, вот, используя команду Rename Object. Вот, переименовать нашу геометрию. И тем самым наша геометрия будет готова. Следующий очень важный момент, который вы сразу должны сделать, это проверить, сглаживается ли ваша модель. Почему так? Потому что если вдруг в вашей модели остались какие-то косяки и проблемы, которые вы не заметили в Максе, то при сглаживании они сразу покажут себя. Во-первых, это может быть визуально какие-то артефакты, там хвост, точка хвоста там улетит куда-то в сторону, какой-то будет торчащий момент, еще что-то. Это значит, что проблема, нужно искать, возвращаться в Макс, искать что-то, может, там точки не склеены, может, там треугольник, может, еще что-то, может, н-угольник. Вот. А второй момент, если в геометрии есть проблемные участки и ошибки, вообще, может быть, процесс сглаживания не будет происходить. Программа выдаст ошибку и не сможет сгладить модель. Поэтому первым делом, после экспортирования, мы проверяем сглаживание. То есть, напомню вам, курсор мышки наводим на нужную часть геометрии и нажимаем Shift-D. Если модель сглаживается, поднимается на первый уровень, дальше она будет подниматься уже без проблем. Если есть ошибка, она сразу на первом уровне уже себя покажет. Теперь давайте рога проверим. Курсор мышки на них, Shift-D, и они тоже сглаживаются без проблем. Значит, все в порядке. Сглаживание происходит нормально, ошибок в нашей геме 3 нет, и мы можем начать с ней работать. Я через Page Down опускаюсь на уровень нижний, то же самое делаю здесь, на нулевой уровень. И вот теперь, в принципе, я могу начать работать с моей геометрией. Все, что мне осталось делать, так это сохранить результат моей работы, чтобы сразу в следующий раз начать именно с этого. В меню File у нас с вами есть соответствующая команда. Есть команда Save Scene сохранить цену, есть команда Save Scene S сохранить цену как. И одна и вторая делают сохранение, просто первая ее переписывает в файл, а вторая позволяет пересохранить его или в новое место, или под новым именем. Поэтому я выбираю сохранение, Ctrl-S, в результате открывается окошко, я могу сохранить. Где сохранять модель? Мы с вами ведем папку нашего проекта. В моем случае на диске D у меня папочка CG Students, здесь папочка есть Dino, внутри которой у меня есть папка с проектом Max. Тут я храню весь материал по программе 3D Max. Поэтому рядышком я просто создаю новую папку, которую называю Moodbox. Я тоже делаю приписки, потому что очень часто работаю с разными версиями программ, чтобы потом не тратить время на понимание, почему тот файл не открывается, а оказывается он другой версии. Я по папке сразу понимаю, в чем суть, какой файл к чему имеет отношение. Давайте выберем эту папку. Вот, и внутри этой папки мы с вами имеем возможность сохранить наш материал. Сейчас, кстати, одну секундочку, я еще посмотрю. Вроде бы, если я не ошибаюсь, папки проекта у них как таковой здесь нету. Moodbox пока с проектами не работает. Да, не работает. А вот такая, как выброшена, есть такая? Такая что? Не знаю. Я, кстати, его не настолько хорошо знаю, это не могу сказать. Да, вроде бы нет. Поэтому давайте просто сделаем обычное сохранение. Еще раз я выйду отсюда, вернусь в Moodbox. Вот. Может быть, чтобы нам было проще, мы можем сами здесь организовать структуру. Например, будем ввести папочку сцены, внутри которой будут Moodbox'овские сцены. А хотя, в принципе, кстати, можно вообще-то, наверное, даже этого и не делать, потому что, как мы увидите попозже, Moodbox будет весь материал сохранять по папкам. Поэтому там довольно-таки все будет понятно. Вот, я вспомнил, почему они пока проект не делают. Итак, смотрите, значит, наша задача задать имя. Внизу расширение уже автоматически выбрано. M-U-D, MAD, сокращение от Moodbox. Вот. И здесь мы просто с вами можем начать писать нужные нам вещи. там 0.1, например, Dino, вот, Model Details, детализация модели 0.1, например. Ну, опять-таки, я именую так, чтобы мне потом было понятно, что это за файл. Я нажимаю сохранить. В результате сцена у меня сохраняется. Я всегда это могу проверить, если мы с вами... Так, это не та папочка. Вот. Если мы с вами зайдем в нашу папку проекта... Ага. DiskD. CG Students. Moodbox. И вот внутри Moodbox есть у нас наш файл, который как раз и хранит внутри себя нужную нам информацию. Вот таким вот образом. Поэтому вот как делается процесс импортирования. Теперь наша модель готова к тому, чтобы мы с вами могли ее детализировать и приводили ее к нужному виду и состоянию. Сразу хочу вам сказать относительно нюансов. Значит, вызываю файл помощи. Сейчас он открывается, как видите, в интернете, используя ресурс компании Autodesk. Локально у меня помощь не задана. Вот. Вот здесь с правой стороны есть набор быстрых таких переходов. Вот давайте зайдем в категорию Import-Export, где у нас есть информация по импортированию. И зайдем в группу Prepare Model for Sculpting, то есть подготовка модели для скульптинга. Вот тут идет список основных требований с этой стороны. Здесь их описание, которые нужно выполнять для того, чтобы модель ваша правильно и корректно импортировалась. Первый момент, самый главный. Они говорят о том, что у модели должны быть созданы UV-координаты текстурные. Это значит, ей должна быть сделана развертка, раскладка. Помните, то, что делает модификатор Unwrap, например. Но, на самом деле, раскладка нужна только в тех ситуациях, если модель будет текстурироваться. Если мы ее просто лепим, текстурные координаты ей для этого не нужны. Поэтому, в принципе, мы с вами можем сейчас их просто проигнорировать. Также, кстати, этот параметр нужен в том случае, если вы загружаете модель и будете делать такой процесс, как прожигание текстур. У Moodbox есть возможность тоже создавать текстуры. Мы, кстати, этим будем пользоваться. Я вам покажу. Там тоже нужны текстурные координаты. Но для того, как мы делаем сейчас, просто лепим базовую форму, для того, чтобы потом ее перерабатывать снова. Нам этот процесс не нужен. Второй важный момент – это четырехугольники. Или нугольники, как они обозначили. Они пишут о том, что Moodbox работает с четырехугольными полигонами. Four-sided polygons, либо quads их называют. Поэтому модель должна быть сделана в четырехугольных полигонах. Дальше информация о том, что размеры полигонов должны соответствовать размерам модели. Имеется что в виду здесь? То, что если в каких-то местах или участках вы хотите детализировать модель, то там должны быть дополнительные полигоны. Вот то, что мы с вами делали, например, для глаза. Видите, мы сделали здесь больше полигона, потому что потом нам нужно будет здесь веки выстроить, его морщины какие-то вокруг этой конструкции. Нам нужна детализация, поэтому у нас тут есть полигоны. Вот здесь нам нужен подъем, у нас тут есть полигоны. Мы об этом позаботились. Вот что здесь имеется в виду. Кольца и циклы. Loop и Ring тоже самое. Говорят о том, что если вы хотите, чтобы ваша модель имела правильную конструкцию, очень важно иметь в ней кольца и циклы. В нашем случае мы не зря делали кольца вокруг ног, потому что здесь мы потом будем выстраивать систему складок кожи. А они из пустого места не появятся. Нужны полигоны соответствующие. Поэтому мы здесь старались сделать с вами кольца. Ну, вот это, пожалуй, наверное, самые основные требования. Остальные уже не так критичны относительно симметрии. Тут говорится, что если вы хотите работать в режиме симметрии, нужно, чтобы модель была расположена симметрично относительно соответствующих осей и так далее. Но нам это, в принципе, пока не нужно. Самое основное – это четырехугольники. Это размеры соотношения. И это вот эти кольца цикла. Для нас это более важно. Если мы эти требования соблюдаем, проблем у нас дальше быть никаких нет должно. Вот наша модель готова к дальнейшей проработке. Хорошо. Значит, на сегодня тогда мы с вами делаем остановку. Вот. Я сейчас этот материальчик тоже выложу в пятый урок. Вот эту вот текущую мутбоксовскую сцену. Если нужно, вы дома сможете попробовать. Но советую вам найти время возможность доделать конкретно ваши модели. Вот. И все-таки начинать работать именно с ними. В следующий раз мы увидимся на следующее занятие в пятницу. И там уже мы более конкретно будем говорить о проработке формы этой модели до нужного нам вида. Вот. Поэтому у вас есть целая неделя для того, чтобы закончить модель динозавра в Максе и импортировать его в мутбокс. Постарайтесь, пожалуйста, это сделать. Если будут какие-то вопросы, можете там писать почту. Если там что-то не сильно срочное, можно и позвонить, пообщаться. И желаю вам удачи, успехов с приведениями ее к нужному виду. Хорошо. Все на сегодня. Тогда у нас все.